В 2020 году Россия будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Чтобы передать молодому поколению знания о подвиге наших предков, не забывать историю и быть достойными преемниками победителей, Молодежный Центр создает передвижную фотовыставку «Фронтовой портрет судьбы человека». В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которая бы не затронула Великой Отечественной война. Наши прадедушки, бабушки, кто-то был участником боевых действий, кто-то был тружеником тыла. И каждый из них внес свой вклад в победу. Принять участие в выставке могут все жители Сарова, фотолюбители и профессиональные фотографы, которые желают отдать дань подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Принимают фотографии, наградные документальные материалы тех времен. Всего на выставке будет четыре номинации. Первая номинация называется «Фронтовой портрет». Сюда можно присылать фотографии военных лет с 1941 года по 1945 год. Вторая номинация – это «День Победы». Сюда как раз можно присылать фотографии современные, также с праздников, посвященных Дню Победы с 9 мая. Но главное, чтобы на них были изображены ветераны. Третья номинация – «Память поколений». Сюда можно присылать фотографии встреч ветеранов войны, узников, концлагерей с воспитанниками детских садов или школьниками. Главное – отразить в снимках связь поколений. Еще одна номинация – «Судьба человека, незабытый герой, незабытые войны». Это фото, сканы или оригиналы документов и наградных листов времен войны. Работы принимают до 25 января в Молодежном центре. Саму выставку оформят к 18 февраля. Подробности по телефону 9-9108. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.